Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Продажа дисконт техники. Огромный ассортимент. Низкие цены. Гарантия. Сеть городских ломбардов Титан. Телефон 450707. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Погибла на месте ДТП. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть от остановки общественного транспорта в неположенном месте. Сбил женщину-пешехода водитель «Лады Калина» на улице Ломоносова. Смертельная пощечина. Ты, говорит, достал, успокойся, нет. И тут, Ленка, не знаю, она зашла или сзади была. Но я не вытерпел, с левой рукой ударил. Покажите, как готово будет. В Вятских полянах за избиение тещи арестовали 46-летнего Айрата Мухаммед Галеева. Сбил женщину-пешехода водитель «Лады Калина» на улице Ломоносова. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Подробности этого и других ДТП в нашей рубрике «Обзор аварии» ее подготовил Сергей Пичугин. По данным ГИБДД, авария произошла в четверг вечером у дома 14 по улице Ломоносова. По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Калина» сбил пенсионерку. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть от остановки общественного транспорта в неположенном месте. В результате наезда пострадавшая скончалась на месте ДТП. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В среду на улице Чернышевского неустановленный водитель выезжал с прилегающей территории задним ходом и сбил пешехода. 30-летний мужчина получил травмы, его не госпитализировали. Сейчас скрывшегося виновника разыскивают сотрудники ДПС. На перекрестке улиц Московской и Упита столкнулись два ВАЗа 14-й модели. По версии одного из водителей, он уходил от столкновения с внедорожником, который выскочил на встречную полосу. Однако удар произошел с легковым автомобилем. На Октябрьском проспекте 29-летняя девушка-водитель машины ЗАЗ Шанс хотела повернуть налево, но не пропустила ВАЗ 12-й модели. Пассажир отечественного авто получил травмы. В Кельмесском районе водитель Жигулей в условиях плохой видимости выехал на встречную полосу и врезался в Ситроэн. По предварительным данным, в этом ДТП никто не пострадал. В Оречевском районе водитель автоцистерны МАЗ при повороте направо не учел дорожные условия и совершил ДТП. Машина съехала в кювет. Грузовику потребовался буксир. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Айратских полянах за избиение тещи арестовали 46-летнего Айрата Мухатгалеева. Мужчина несколько раз удалил пьяную женщину, после чего она скончалась в районной больнице. Свою вину обвиняемый отрицать не стал. На камеру он рассказал, что стало причиной конфликта. В 74-й квартире Айрат жил вместе с сожительницей Еленой и ее мамой Марией. Судя по рассказам мужчины, когда теща выпивала, то устраивала скандалы. Потерпевшая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ссору с сожителем своей дочери. Она в очередной раз стала напоминать мужчине о его старых долгах. Успокоить 56-летнюю женщину Айрат решил с помощью рук. Несколько раз он ударил пьяную потерпевшую по лицу. После пощечин Мария заплакала. Шум в комнате матери услышала дочь Елена. Она сразу прибежала и выгнала сожителя. Впрочем, по словам обвиняемого, уходя, он извинился за свой поступок. И якобы потерпевшая его простила. На следующий день женщине стало плохо. Ее госпитализировали. Через неделю пенсионерка скончалась в реанимационном отделении Бятскополянской ЦРБ от закрытой черепно-мозговой травмы. Также стоит отметить, что ранее обвиняемый у нас неоднократно судим, в том числе и за нанесение побоев своей сожительнице и ее матери. Сейчас возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, Айрату грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Отдыхаем вообще прекрасно. Видите, как сами. Как всегда. Чуть не уничтожил двигатель торговли. Забрали ни за что. Ни за что. Просто так. На улице производственной сотрудники вне ведомственной охраны задержали противника рекламных баннеров. Сломал зеркало автомобилю с камерой. В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели. В эфире проект «Место происшествий». Мы продолжаем. Чуть не уничтожил двигатель торговли пьяный клиент ночного клуба на улице производственной. Когда весьма энергичному мужчине надоели танцы, он сначала обвязался в драку, а затем и вовсе повредил рекламный баннер соседнего магазина. Неугомонный танцор не успокоился, даже увидев полицейских. Он, что называется, на всех парусах побежал от них домой. Однако его задержали. Одно из самых необычных интервью записал наш корреспондент Сергей Пичугин. После спринтерского бега с препятствиями в виде сугробов противника рекламных баннеров Александра задержали сотрудники вневедомственной охраны. Полицейские подозревали, что бегун хотел что-то от них спрятать. Позже Александр назвал причину своего рывка. Оказалось, спор тут ни при чем. Мне хотелось просто в органы попасться, потому что я знаю, что меня на сутки заберут и все. Потому что у тебя долг есть. Долги-то это кредитные, да, получаются? Нет, почему? По этим. По залетам? А, залетам? Да. Условка? Конечно. А демистративка? Бегал от полицейских, но тем не менее считал, что он ничего не нарушил. То есть забрали ни на что. Забрали ни за что. Ни за что. Просто так. По словам полицейских, очевидец написал на бегу на заявление о том, что тот пытался похитить рекламный баннер у магазина. Видно, как полотно смято, а на полу лежат сорванные хомуты. Если это была попытка кражи, то как минимум неудачная. А баннеры какие-то бывал? Проверьте, пожалуйста, через интернет даже. Какие баннеры и чего-чего. Пока стражи порядка опрашивали свидетелей, на место задержания пришла супруга Александра. Любовь. Можно узнать? Девушка. Можно узнать? А вы? Можно узнать куда-то? Тихо, тихо, тихо. Камеру мне не трогайте, девушка. Вы что? Александр может понести наказание как минимум за мелкое хулиганство. Не исключено, что его действия расценят как покушение на кражу баннера. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На Октябрьском проспекте велосипедист сломал зеркало автомобилю с камерой. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На Октябрьском проспекте владелец регистратора никак не ожидал, что в него врежется велосипедист. Водитель двухколесного транспорта скрылся с места ДТП, проехал на красный сигнал светофора. Преследовать нарушителя автор видео не стал, повреждения оказались несерьезными. На Октябрьском проспекте водитель 14-й, выезжая с парковки, не заметил газель. В районе Макаревской дамбы водитель «Фольксвагена Т4» не рассчитал маневр и столкнулся с Рено Логан. После удара оба водителя остановились, также припарковался и автор видео. Он решил узнать, нужны ли участникам аварии очевидцы. На трассе Киров-Белая холуница занесло «девятку». Уже неуправляемая машина едва не врезалась в машину с камерой. На перекрестке улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии не поделили дорогу, малолетражка и внедорожник. Куда ты едешь-то? На съемке видно, что внедорожник с камеры ехал на зеленый сигнал светофора, а синяя иномарка на красный. Впрочем, как сообщили в ГИБДД, сейчас назначена автотехническая экспертиза для установления виновника аварии. На перекрестке улиц Казанской и Розу-Люксембург водитель Калины поторопился и не пропустил машину с камерой. Судя по съемке автору видео, пришлось догнать нарушителя и прижать его к обочине. Как выяснилось, удар все же произошел. На бампере автомобиля с камерой осталась небольшая царапина. На улице Воровского водитель Рено заглох у перекрестка и покатился назад. Удар был не сильный, повреждений водители не заметили. Как выяснилось позже, водитель Рено сначала решил, что в него въехал автомобиль с камерой, а он стоял на месте. Я ему говорю, ты что пьяный или что? Он говорит, ты что ли пьяный или что? Я говорю, ты что, б***ь, ты что? Я говорю, регистратор есть. На Комсомольской площади водитель Лады не пропустил Мазду. Автор видео тоже остановился и сообщил водителю Мазды, что есть запись видеорегистратора. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakainbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok